Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня я хочу рассказать, как делать покупки на Алиэкспресс. Очень многие мои подписчики и зрители спрашивают, как я делаю эти покупки. Вот сейчас я покажу просто и без заморочек. Вот это мой канал на ютубе, вы знаете. Вот нашли видео покупки Алиэкспресс мерные ложки. Здесь ссылочка на Алиэкспресс. Жмём на неё. Попали на страницу Алиэкспресс вот с этими ложечками. Стоят они $14. Для того, чтобы сделать покупку, надо обязательно зарегистрироваться. Вот здесь, в этом углу. Подвели курсор просто. Зарегистрироваться. Нажимаем. Так как я зарегистрирована, то регистрироваться не буду. Вот открылось окно. Создать новый профиль. Вот. И тут регистрируемся. Окошечко. Электронная почта. Адрес электронной почты точный, потому что потом будут приходить сообщения о ваших покупках. Точно вводите. Имя и фамилия тоже точные ваши, только английскими буквами. Придумайте пароль, так и написано. Шесть или более символов. Повторите пароль. И введите код. Ввели. Нажимаете создать ваш пароль. Все нормально. Пароль создался и на электронную почту придет подтверждение, что вы зарегистрированы. Если что-то не так, то будет окошко просто в красной рамочке перепишите. Все. Зарегистрировались. И заходите в Алиэкспресс. Зарегистрированы мы. Вот эти ложечки. Или, например, вот видите здесь категории. Именно по кухне, например. Столовые приборы. Нажмем. Ну и здесь, что вам нравится. Вот ложечки интересные с длинной ручкой. Еще что-нибудь. Любое, любое. Что нравится. Это что, стиль? Кухня, пара, аксессуары какие-то для кухни. Не пойму, что. Вот. Реза для пиццы, например. Доллар 67. Хотя можно выбрать дешевле. Вот. Хотим купить. Мы уже зарегистрированы. Хотя, если просто выбирать товары. Вот. Видите Алиэкспресс? Здесь полосочки. Жмете. Категории. Все возможные. Разные. На любую тему. Выбираете любое. Смотрите. Но если хотите купить. Нажимаете на кнопку купить. Или добавить в корзину. Или вот. Добавить в мои желания. Это обязательно должны быть зарегистрированы. Если вы зарегистрированы. То все. Это вы. Все можете купить. Ну вот. Выбрали мы эту. На этот резачок. Для пиццы. Бесплатная доставка. Пишется. Штук. Сколько. Один. Одна штука нам надо. Купить сейчас. Нажимаем. Возникает такое окошко. Цена здесь. Вот. Цена. Способ оплаты. Способ оплаты. Видите. Виза. Стрелочка. Другой у нас будет. Не визой. Другой. Оплатить сейчас. Нажимаем. Тут только на вопросы отвечаю. И все. Вот. Возникает окошко. Адрес ваш будет. Если первый раз. Вы его напишите. Этот адрес. Вот. У меня. Светлана Чернова. Английскими буквами. И мой адрес. Телефон. Редактировать. Если что не так. Пишут. Проверьте детали заказа. Если что-то вы хотите. Там. Цвет. Другой. Или что. Оставьте комментарий для продавца. Там. Синий. Красный. Или один. Или два. Все. Выбали. Еще у меня спрашивали. Мы не в долларах. Допустим. Будем платить. В рублях. Или в гривнах. Хотим смотреть. Увидеть цену. В рублях. Задают вопрос. Как узнать цену. В рублях. Например. Возьмем любой товар. Вот. Например. Я выбрала категорию. Одежда для мужчин. Рубашки. Всевозможные. Все цены указаны в долларах. У меня. Хотят знать. Как посмотреть в рублях. Сколько это будет стоить. Вот. Тут. Сразу. Вот. Стоит. У меня что. Сверху. Видите. Доллар. Нажимаете на стрелочку. Рубли. Вот. Здесь. Высветилось. Рубли. Нажимаем. Так. Раз. Все. Все в рублях. Видите. Очень просто все. И так же платить будете в рублях. Мне надо опять в долларах. Наверх иду. Вот. Видите. Вот здесь доставка. В рублях у меня. Опять нажимаю на стрелку. Вот. Рубли. Вот. Я на доллар нажимаю. Так. Сохранить. Все. В долларах уже. Тут понятно. Вот. Опять выскакивает окошко. Доллар шестьдесят семь. Оплатить как. Или через визу мы другой способ. Хотели. Вот сюда нажимаем. Оплатить карту или другими способами. И тут выбираете что у вас есть. Виза. Мастеркард. И еще. Вот. Вот. Любое. Набираете. Нажали что у вас есть. Я то вебмане плачу. То не буду сейчас нажимать. Номер карты. Когда нажали карту. Номер карты. Срок действия. Код безопасности. Имя владельца карты. Фамилия. Все. Оплатить сейчас. И все у вас оплатится. И тогда уже вы переходите. Вот. Мои заказы на главной странице. Мои заказы. И у вас будет этот заказ. Вот он. Видите. Только я не оплатила. Вот он этот резак. Ожидается платеж. Я оплачивать не буду. Я просто удалю его. И все. И будете ждать. Тут срок защиты покупателя сколько? 39 дней. Если за 35 дней не пришел заказ. Открываете спор. Но это будет другое видео. Если будут вопросы. Я расскажу. Деньги никогда не пропадают. Только следить надо вот этот вот. Срок защиты покупателя. Хотя здесь везде. Раз вы купили что-то. Я купила. Продмакияж что-то. Дочка хотела. Защита покупателя. Защита покупателя стекает через 54 дня. Через 55 дней. И так далее. Смотрите. Перед докончанием срока защиты открываете спор. Если не пришел заказ. Ко мне приходит обычно заказ дней за 25. Если позже уже. То ясно. Это заказ не придет. Надо будет потом открывать спор. Но это все легко делается. Я покажу. И так я вам все показала. Рассказала. Будут вопросы. Спрашивайте. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok